Порядка 30 тысяч югорчан переедут из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. В период пандемии увеличилось пособие по безработице. В девяти населенных пунктах округа заменят водочистные сооружения. На пресс-конференции руководителя департаментов строительства, труда и занятости населения, жилищно-коммунального комплекса и энергетики рассказали о главных результатах 2020 года. Они же легли в основу отчета губернатора Югры о результатах деятельности окружного правительства. Алена Корш обо всем подробнее. Югра бьет собственные рекорды по строительству жилья. В этом году планка стремится к отметке свыше 1 миллиона квадратных метров. И это на 70 процентов больше, чем в прошлом году. К этому показателю застройщики уже приближаются. Задачи на ближайшие 6 лет не менее амбициозные. Более 5 миллионов. Строить нужно много, поскольку до 2025 года расселить необходимо более тысячи многоквартирных домов. В том числе в нынешнем году мы планируем порядка 81 тысячи квадратных метров расселить, в которых проживает примерно 5300 человек. А в 2021 у нас планы не особо отставать и порядка 80 тысяч квадратных метров мы хотим расселить. То есть принципиально важно не купить для жилья, а уже чтобы граждане получили ключи от нового квартир. И если на строительной отрасли пандемия отразилась лишь небольшими задержками в поставках материалов, то на занятость населения эпидемиологическая ситуация сильно повлияла. В начале года в Югре насчитывалось чуть более 4 тысяч безработных. Сейчас почти 29 тысяч человек. Эксперты это связывают и с тем, что люди теряют работу и с увеличением пособий по безработице. Так до появления коронавирусной инфекции минимальное пособие составляло чуть более 2 тысяч рублей, то сейчас выше 6 тысяч, а максимальное более 18 тысяч рублей. Те, кто раньше не регистрировался в центрах занятости, вышли из тени. К тому же господдержка распространяется и на несовершеннолетних детей безработного. За каждого ребенка доплачивают 3 тысячи рублей. Повлиял на ситуацию и рынок труда. Количество вакансий в этот период значительно снизилось. Поэтому правительство приняло решение поддержать и работодателей. Для того, чтобы заинтересовать работодателей, существенно было в апреле месяце принято решение правительства о увеличении компенсации работодателям, организующим временные общественные работы. Если она там была у нас от 8 до 12 тысяч в разных территориях, то сейчас она до конца года составляет более 21 тысяч рублей на каждого работника на период 3 месяца. И эти меры будут продлены до конца, на 21 год они продляются. Города и поселения Югры в этом году стали еще более комфортны для проживания. Так благоустроено 64 общественных пространства. В них входят около 200 объектов. Это скверы, набережные, пешеходные зоны, спортивные детские площадки. Общий объем финансирования составил более 800 миллионов рублей. Из них 200 миллионов из федерального бюджета. По сравнению с прошлым годом такая поддержка увеличилась на 15%. На реализацию проекта обеспечения чистой питьевой водой жители округа направлено более 4 миллиардов рублей, из которых около 800 миллионов средств из федерального бюджета. В программу включены 9 населенных пунктов Югры. Три объекта находятся в стадии реализации. Два объекта – это водоочистные сооружения номер 1 и номер 3 города Пытьяха. На сегодняшний день по УВОЗ-3 у нас степень готовности порядка 40%. И мы планируем завершить этот объект уже в следующем году, произвести пусконаладку и обеспечить чистой питьевой водой 100% жителям города Пытьяха. На данный момент в городе Лентор строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Проводится испытание оборудования и прием к объекту в эксплуатацию. В декабре этого года все работы будут завершены и горожане получат чистую питьевую воду. До 2024 года в таких городах, как Нефтьюганск, Нягонь, Белоярский и в поселках Пойковский, Федоровский, Приобье модернизируют коммунальные объекты, а где-то построят заново.